Ваше мнение Форум DLP+, что это такое, на ваш взгляд? Это второе дыхание отрасли DLP и какой-то новый виток его развития? Или это что-то вроде предсмертного вздоха и рынок DLP все-таки скоро умрет? Просто его столько раз пытались похоронить, вот на ваш взгляд? Что касается форума, то мне кажется, что просто тема интересная и поэтому запрос на нее есть Ну и понятно, что каждый производитель хочет эту тему как-то так или иначе оккупировать И то, что появляются такие форумы конкурентные, я думаю, это хорошо Это говорит о том, что интерес к тематике сохраняется Ну и количество людей вы видите, да, если бы здесь было три человека, мы бы с вами вдвоем сидели бы Это была бы одна история, а все-таки здесь народу пришло много Это значит, что явно людям не хватает какой-то информации, они приходят сюда за информацией Это что касается форума Теперь что касается рынка Смотрите, рынок, конечно, очень сильно видоизменился по сравнению с тем, что мы помним, ну там 10-15 лет назад Это другой рынок с точки зрения технологий То есть если мы возьмем технологическое решение Data League Prevention образца 2010 года и решение образца 2021 года Это будет два совершенно разных решения по своей сути, по сложности, по объему охватываемой информации, по количеству контролируемых каналов, по необходимости держать нагрузку и так далее, и так далее Но тем не менее это тот же самый рынок, он никуда не делся, просто технологические решения модифицируются, становятся другими, это нормально, в технологиях всегда так А на ваш взгляд, куда идет DLP, каким образом оно развивается? Это просто покрытие новых каналов или это принципиально какие-то новые вещи? Ну вы знаете, оно шло в сторону расширения довольно энергично, именно с точки зрения каналов углубления и расширения технологий Потому что, ну понятно, злоумышленники, пытающиеся украсть информацию, становятся более изощренными И простые методы срабатывания на библиотеке контентной фильтрации уже против них не работают Ну и кроме того, становится больше видео, больше фотографий или картинок, и это все тоже надо распознавать Сейчас вот удаленка довольно сильно поменяла парадигму, как мне кажется, по крайней мере мы на себе это увидели Мы увидели, что очень резко возброс спрос на систему удаленного контроля сотрудников У нас такая система была, но мы ее развивали, ну так, мягко говоря, по остаточному принципу И вот с начала 20-го года был какой-то дикий всплеск, причем давайте сейчас поставим деньги потом, ну как всегда Поэтому в этом направлении И второе, конечно, направление поведенческого анализа Очень сильно развивается именно поведенческий анализ Давайте вы нам предскажете риски до того, как они свершатся Насколько эта система реализуема, вообще в принципе реализуема И насколько такие поведенческие системы будут эффективны, ответ еще не получен Это теорема пока, которую предстоит доказать Но если такие системы будут создаваться, ну понятно, что безопасники за них будут хвататься Это получается уже что-то на стыке с HR-ами, то есть там профили пользователей, да, и прогнозирование их поведения Да, это на стыке с рынком анализа сотрудников Есть такой отдельный рынок, вот, и мы сейчас, по сути, с ним срослись, сплющились Потому что DLP дает большую аналитику с точки зрения контента А они дают как поведенческую аналитику И точно так же поведенческая аналитика с другой стороны тоже другой рынок был Вот эти три рынка, они сейчас, ну по сути, сплющились в один Стал большим рынком, вы можете его назвать рынком DLP Вы можете назвать его рынком поведенческой аналитики, вы можете его еще как-то рынком контроля сотрудников Но суть остается в том, что он просто расширился и поглотил в себя соседний сегмент Вы уже сказали пару слов по поводу пандемии и возросшего интереса к определенному функционалу у клиентов Расскажите, в принципе, был ли готов рынок к этому массовому переходу на удаленку И как-то принципиально иначе стали ли использоваться продукты DLP в связи с этим? Вы знаете, я бы сказала, что рынок готов, конечно, не был Хотя система удаленной работы внедряется и существует уже больше 10 лет Но тем не менее их внедряли, ну в общем, постольку поскольку Потому что особой такой нужды не было Но как только появилась нужда, то все перешли очень быстро И я даже удивилась, честно говоря Вот я смотрю и по себе, как наша компания мигрировала на новые системы Практически безболезненно Мы ожидали большего хаоса и мы ожидали больших сложностей Там возникли сложности другого рода В частности, на сегодняшней дискуссионной панели их обсуждали Как управлять сотрудниками, когда они наполовину на удаленке и занимаются там неизвестно чем Как их мотивировать, как сделать так, чтобы они не выпадали из корпоративной культуры Как понять, что у сотрудника стресс Ну то есть на HR, на кадровиков работы стало на порядок больше, чем ее было до удаленки Но это как бы не наша история, это отдельная история, с которой еще предстоит работать Я считаю, что все, кто заявляет, что мы здесь все побороли Ну это такие легкие шапкозакидательские, на самом деле, заявления Потому что в реальности мы не знаем Вот это точно можно сказать, что мы пока не знаем, как это отзовется И как это отзовется в долгосрочной перспективе Я думаю, что решение здесь еще только предстоит найти Такие долгосрочные вороны По поводу сценариев использования DLP Вы знаете, очень интересно Мы заметили, что пошел прямо запрос от кадровиков Потому что система DLP, это же мощная система Которая, по сути, представляет аналитику по всем коммуникациям компании Из этой коммуникации можно делать выводы не только для безопасности Но и выводы для директоров по кадрам И они прям хватаются, они говорят О, давайте нам, давайте Причем есть отдельные системы тоже специально кадрового такого управления И выясняется, что DLP оказывается мощнее всех этих систем И можно это все не покупать А можно уже имеющуюся систему То есть те у нас клиенты, которые уже сидят на нашей системе Они с удовольствием расширяют ее просто в другой сегмент И мне кажется, что это такое принципиальное новое Даже дыхание, что ли, для рынка Потому что это означает, что у нас появилась новая целевая аудитория Внутри компании 10-15 лет назад поднимали вопросы, связанные с этикой Слежкой за сотрудниками Где корпоративная почта Где тайные частные переписки и так далее И вот сегодня вдруг, спустя вот эти года Опять снова возникает вопрос этики в программе форума Как, на ваш взгляд, что-то изменилось действительно? Или почему мы снова говорим про этику? Вы знаете, я думаю, что это часть диалога Который сейчас идет в обществе О слежке вообще Дело в том, что сейчас система слежения Которые установлены на улицах В местах общественного пользования В фитнес-центрах Ну и вообще в местах скопления людей Да, везде Вот эти системы слежения Их стало такое огромное количество Что возникает очень большой вопрос А что вы за нами всеми следите? Почему вы на нас смотрите как преступников? И вот мне кажется, что ДЛП попало вот в эту же кучу Да Ну, как бы до... Как часть вот этого диалога Потому что диалог на самом деле очень важный Потому что Если с точки зрения ДЛП Это все-таки вопрос Изучения информации сотрудников Которые пришли на эту компанию Обязались искренне на нее работать Обязались не воровать у нее информацию Не наносить ей ущерба И при этом Они это нарушают и наносят ущерб Да Это одна история Когда мы ведем речь о тотальной слежке за гражданами Которую сейчас вот мы наблюдаем Например, в Москве Это совершенно другая история Но вот в головах это тоже слежка Понимаете? И там слежка, и здесь слежка И мне кажется, что это вот часть этого диалога о слежке Ну, я, конечно, не приветствую слежку за гражданами Я считаю, что нельзя делать всех преступниками огульно Что то же самое распознавание Массовое распознавание скамер должно быть запрещено И использовано быть только в том случае Если, а, мы ищем преступника конкретного Либо, если мы разбираем конкретный инцидент Вот там случилось что-то, какое-то событие И мы пытаемся понять, кто там участвовал Для того, чтобы идентифицировать преступника Вот только в этих случаях Во всех остальных распознавание лиц должно быть запрещено Что сейчас не так? И, конечно, ну, мне кажется, общество Перед обществом стоит очень большой вызов Потому что настолько есть, знаете, запал и жажда Использовать эти современные технологии Что мы сейчас всех посчитаем Мы сейчас всех идентифицируем Что это, в общем, рисует нам Оруловщину И вот эти все антиутопии Они просто встают в полный рост Просто уже видно, какие инструменты Какими инструментами можно тотально контролировать человека И перед человечеством стоит вызов не допустить этого Поэтому идет такая дискуссия в обществе И я думаю, именно этим вызвана вот такая дискуссия На сегодняшнем форте